Жечь глаголом, как и еще один навык. В Барнауле завершился, пожалуй, самый необычный проект журнала «Автограф» с необычным названием «Руха-Рот». Всего за месяц партнерам журнала предстояло стать ораторами и актерами, и они это сделали. Наши опытные педагоги очень хорошо нащупали в каждом участнике то самое, за что можно было вытянуть индивидуальность участника как оратора. У меня впечатление сложилось, что это именно то, что нужно нашим детям, потому что я четко понял, что разговаривать не умею. Но это они говорят уже после занятий, а весь месяц восемь участников проводили вечера в театре, учились понимать свое тело. Про основную ошибку. Мы телом-то не пользуемся, когда звучим, пользуемся связками. И получается вот такой вот звук. Тихий, некрасивый иногда какой-то. А если использовать все тело, то получается вот такая вот история. Она никогда не должна приходить на свидание первой. Вот так Ольга Черкашина напоминает прекрасным дамам теорию флирта. Импровизированный экзамен участники тоже сдают на сцене. Для такого дебюта пришлось немало постараться. Краешек пробки закусывается зубами, губы над пробкой и надо произнести каждый звук. Ну это я скажу очень сложно. Работаю теперь, теперь у меня есть пробка. Когда тебе приходится в кроссовках прыгать и при этом что-то говорить, ну это как минимум вызывает некий, не то что ступор, но легкое удивление, да, конечно. Но это правда очень интересно. Лена призналась, что такой проект искала давно и смело рвалась в роль. А Ирина Белоусова волновалась, поддерживал любимый писатель Цвейк. Его признание силы любви она и прочла. Прочитала, я еще училась в школе. И оно меня очень поразило, что побудило меня в дальнейшем любовью к литературе и к творчеству в целом. И когда встал вопрос о том, какое выбрать произведение, я выбрала именно то, которое мне легло на душу несколько лет назад. Да что, он их жалко, что ли. Пусть теперь уже друг друга взрывают. На нашей хватит, с этой ребенок, получит потрясающие, захватывающие его страницы. Учились участники одному правильно дышать или жестикулировать, но в итоге обрели нечто большее – уверенность в себе в любой ситуации. И Несса Кучер даже позволила себе спеть. Юрист по профессии призналась, что теперь разыгрывает театр в судах и выигрывает. Это такая энергетика, такая аура, которая не передается ни на одном судебном заседании. Отключаешь просто голову, выходишь на сцену, а там, ну, будет что будет. Это вдохновляет, это наполняет мою жизнь точно. Это делает меня счастливой. По словам организаторов, сотрудников журнала «Автограф», если проект понравится барнаульцам, то его обязательно ждет продолжение. Но уже как минимум 8 горожан в восторге от таких метаморфоз.